Здравствуйте всем, меня зовут Дима Чиркин, я работаю в Ник Солюшенс веб-разработчиком. Я занимаюсь веб-разработкой примерно с 2006 года, уже, мне кажется, это много. И, конечно, не все это время я занимаюсь фронт-энд-разработкой, а большую часть все-таки ПХП, и поэтому я здесь, на SYNC-ПХП. Итак, всегда сложно начинать доклады первым, поэтому я начну с такого прицепроса. Приготовьтесь поднимать руки. Кто работал коммерческими проектами на Марионете? Отлично. На Реакте? Еще легче. На Ангуляре? О, Ангулярсика много. И кто еще остался? Эмбер. Ну, один Эмбер есть. Еще есть бэкбон просто. Без марионета. А, без марионета. А, на чистом бэкбоне. О, так, это же хорошо. Хорошо, когда есть бэкбончики просто, потому что они не знают такого счастья, как марионета. Мы к этому еще перейдем. Итак. Как переключать стат. Итак, я все-таки начну с того, что вспомню название доклада. Название доклада такое. Эволюция фронтенд-разработки. От Vanilla.js до Марионета. Потому что мне все-таки кажется, что разработчики, которые пишут на фронтенде, они все время эволюционируют. Особенно в последнее время, потому что новые фреймверки, они возникают чуть ли не каждую неделю. И все время хочется что-то новое учить. Но вот многие из них переоценены. Я не буду сейчас показывать пальцы, но есть такие. И... А бэкбон недооценен. И почему-то многие считают, что это фреймверк. Но это не совсем так. Итак, почему же бэкбон хорош? Ну, там, он простой, маленький и быстрый. И хорош для современных вещей, типа Single-Page Application. И у него нет таких странных вещей, когда логика прячется в HTML, как это, например, есть в Angular или в React. У нас нет привязки к шаблонизатору. Мы можем любой шаблонизатор использовать. Любите Humble, любите Mustache, какой-нибудь Underscore. И вам не важно. Вы всегда можете использовать свои любимые шаблоны. Нету датабиндинга, ту-вейдатабиндинга. Вот, некоторые могут сказать, что это не минус. Ой, не плюс, а минус. Ну, об этом можно долго спорить. Я не буду сейчас это аргументировать. Так, просто сказал. Там справа вроде как минусы, но на самом деле нет. Это не минусы. Много писать. Да, если вы пишете на бэкбоне, вам приходится все время писать много кода, который вроде как что-то делает, но непосредственно на самой бизнес-логике в нем не очень много. Вот все это все как бы обвязка. Но это можно избавиться, если вы будете использовать современные всякие вещи, например, ЕС-6 или Бабель. Ну, вот они упростят. Действительно, можно компактней писать. Либо, если вы просто будете пользоваться хорошими IDE-шетками, где есть шаблончики. Шаблоны тоже спасают очень. У бэкбона не очень приятные соседи. Например, у него сам по себе уже бэкбон не очень приятный сосед, потому что он не популярен, и из-за этого его не очень многие любят. Мало того, он с собой привел REAC-JS, который сейчас вообще теряет свою популярность в пользу того, что юзать Webpack, ProZerify, другие всякие хитрые технологии. Плюс он использует вроде как старый Underscore, а сейчас более современные вещи это Low-Dash или какие-то... Мало того, он еще и любит jQuery с собой переводить. А jQuery вообще никто не любит. Все говорят, что это jQuery? Ты уже говнокодер? Нет, jQuery нет. Ну, поэтому, короче, вот с бэкбоном у него плохие соседи. И, конечно, с этим... Ну, я не знаю, как с этим бороться. Возможно, всех этих соседей можно заменять. Нужно Underscore менять на Low-Dash. Это легко. Можно это сделать. Не страшно. jQuery поменять на Zephtra. Можно воспользоваться тем же самым Webpack, чтобы билдить проект, а не Require.JS. Все это важно сделать. Вот в этом сила бэкбона, что он не навязывает вам никаких библиотек других. Вы можете вертеть его как угодно и получить результат, который вам нравится. Очень мало инструкций в интернете, как правильно писать. Очень много инструкций, как писать, но очень мало инструкций, как правильно. Но вот мы сегодня будем это исправлять. И все думают, что бэкбон – это фреймворк. Ну, это не фреймворк. Это все-таки библиотека, которая помогает вам организовывать ваш код в фреймворк. Идем дальше. Ну, какой-то очень старый код, я где-то нашел. Я не знаю, был ли у вас такой в жизни. Мы же эволюцию сейчас все-таки рассматриваем. Вот когда-то давно кто-то так писал. Ну, там, это вот лист, наверное, там все вначале. Потом у вас… Это вот кусочек… А? Ну, это же абстракция как бы. Какой-то там, где-то, 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 где-то кнопочку, добавили лист и так далее. Все, вот это вот было большой такой длинной лапшой. И эта лапша была абсолютно неподдерживаема. Но, как видите, даже здесь программист подумал о том, что стоило структурировать как-то обработчики, нажать их на кнопку. И собрал их, например, в один объект. Называл его User Page Handlers. Мало того, он даже сделал пинт. То есть, можно внутри сделать, использовать ZIS и обращаться к методам этого же объекта. Ну, какой-то, то есть, он придумал абстракцию, которая представляет из себя страничку, на которой находится эта кнопка. И вот этот вот объект Java скриптовый, он этой страничкой управляет. Потом он научился jQuery и поделил код немножко на некоторые части. Там добавил роутинга, инициализацию. Но все равно у него была страничка отдельная, отдельный объект User Page, который, там где-то инициализация у него была, и он-то управлял этой страницей. Возможно, у него даже было что-то наподобие дата-сорса. То есть, какой-то специфический объект, который вытягивал данные из API. Ну, может быть, он бы глядел так, может, еще как-нибудь по-другому. Может быть, здесь вообще с ошибками что-то написано. Ну, кстати, хорошо читается код? Да? Все, там не... А то он, может, туда не видит, по-другому. Печально, потому что там очень много обхода будет. Но, опять же, такой дата-сорс... Подсветки, жалко нет. Такой дата-сорс, он и, конечно, хорош, но для очень маленьких задач. Когда только у вас он начинает расти, там много вызовов в API, все становится сложнее и запутаннее. Вот примерно так эволюционировал User Page. И, опять, я хочу обратить ваше внимание, что на страничке, которая представляет из себя набор вот этих вот дом-элементов, один из дом-элементов обозначен как главный и привязан к жавоскопливному объекту. Он называется свойство дом-элемент, прям так. Ну, чтобы было понятно. И самое главное во всем этом коде, это то, что есть явно просоциировано, что какие-то объекты в жавоскопе, которые у вас чем-то занимаются, неважно, что они представляют из себя на самом деле, но они чем-то занимаются, они всегда управляют какими-то другими дом-объектами в дом-дереве. И вот эта связь, это очень важно, что без этой связи вы не сможете, без прямой ассоциации, ваш код не будет структурирован. Я думаю, я вроде как понятно сказал, но, может, и запутно. Так. Сразу флюкс. Я ставил сюда картинку с флюксом, потому что, возможно, вы знаете... Кто знает, что такое флюкс? Так, это будет не очень... Потому что я хотел бы рассказать, что есть такая хорошая вещь, как флюкс, и она позволяет вам вообще очень хорошо структурировать вложения. И это основная идеология реакта. И вы должны ее, как бы, понимать, и тогда у вас все будет хорошо. Смысл этой идеологии в том, что вот эти вот объекты, которые управляют дом элементами, они решили их назвать... Обозвать названием. Назвали их view. А тот объект, который входит на сервер за данными, назвали store. Теперь остались у нас две другие вещи. Action и dispatcher. Кто такие action и кто такие dispatcher? Предположим, у нас есть некий объект на страничке, который управляет дом элемента. Ну, пусть это будет форма. На форме есть кнопка submit. Пользователь нажимает кнопку submit. В результате у нас должно произойти какое-то действие. Вот это вот действие, это и есть action. Вот этот view должно собрать, понять, какое действие произошло, когда пользователь нажал на кнопку, и отправить оформлено это действие в виде объекта action в диспетчер. Также диспетчер поймет, что нужно делать, и либо изменит состояние store, то есть сохранит, например, туда то, что пользователь ввел в форме, или, например, запросит данные у сервера. Например, он запросит, если это была кнопка, например, не submit, а get new users, которая запрашивает данные. Он полезет и будет ждать, пока придут пользователи. После этого данные с сервера либо придут, либо не придут, либо ошибка придет. Ну, а это приведет к тому, что store изменится, и в store появятся те данные, которые пришли с сервера. И тогда view изменит свое состояние, перерендерится. Это идея флюкса. Сейчас, почему я привел этот слайд здесь, потому что, ну, я думал, что многие люди с ним знакомы, и я думал, что многие люди знают, что он очень популярен. И все пытаются разобраться с флюксом, потому что это такая технология, ну, не технология, а идея, которая, она вот должна быть помогать. А в бэкбоне эта идея, она точно такая же. Ну, вот практически такая же. Вот там есть минимум различий, которые, мне кажется, несущественные. Я не уверен, на самом деле, в этом. Может, я очень плохо понимаю флюкс, но мне кажется, что бэкбон реализует флюкс, просто об этом никто не сказал до сих пор. Вот. Картиночка из документации по бэкбону. Здесь практически та же самая идея лежит в основе. Пользователь вводит какие-либо данные, эти данные попадают во вью, открываются в модель, буквочка M, обозначена модель. Дальше модель либо сохраняет данные на сервер, либо получает данные на сервер, и об этих изменениях сообщает обратно вью, после чего вью изменяется, меняет как-то дом элементы. Вообще, вот эта штука, вот эта картинка очень хорошо помогает вам всегда организовывать ваш код в бэкбоне. Сейчас еще дальнейшее ее развитие покажу. Может быть вот так. То есть, когда у вас два дом элемента, вы в одном дом элементе пользователь нажал кнопку, а изменения появляются в другом. И как это происходит? Все это происходит через модель. Вы в модель отправили данные, и дальше модель сообщила об этом путем элита события. Так. Теперь попробуем посмотреть, как это выглядит в бэкбоне. Как, собственно говоря, эти запчасти, вью, модель, выглядят в бэкбоне. Ну, то есть, как в Vanilla.js мы видели. Вот примерно так. А теперь посмотрим, как это в бэкбоне. И насколько это стало проще. Программисту писать, перейти от того, от того и в второй версии кодек. Вот этой. Вот тут мельче подстал. И, возможно, не стоит как-то показывать, но я попробую объяснить построчно. Значит, мы создаем объект BackboneView. Есть особенный метод Extend, который позволяет вам создавать экземпляр, не экземпляр, а наследоваться от BackboneView. Ну, такая традиция, что в фреймверках обычно, что если есть какие-то атомарные единицы, то нужно от них наследоваться. Вот BackboneView — это такой элемент, от которого нужно наследовать свои экземпляры View. Какие свойства в нем обычно определяют? Обычно определяют темплейт, как будет выглядеть шаблон, как этот элемент будет выглядеть. Важно помнить, что вот этот HTML, который там записан в блоке темплейт, он потом будет еще один раз завернут в элемент. Вы можете задать, какой это будет элемент, с каким классом, с каким альтишником, но здесь я не устанавливаю эти свойства. Просто помните о том, что оно еще завернется в обычный дифф без ничего. В такой ситуации он сам завернется. Нужен еще модель. Собственно говоря, мы говорим, что у View есть какой-то источник данных. То, что вы показываете, всегда как-то связано с данными на сервере. Дальше мы описываем список событий. И что за события? Два клика. Один клик, например, по кнопке редактирования, и один клик по иконке. Для просмотра или для редактирования. Дальше идет блок Initialize, который, по сути, является конструктором. Это то, что произойдет, когда вы создадите экземпляр этой View. Ну и функция Render. Самая главная функция во View, которая отобразит элемент. Как видите, там есть волшебное свойство this$l. Это дом-элемент, завернутый в jQuery-овский селектор. То есть, по сути, это jQuery-объект. Вы можете с ним... У него есть все те же методы, как у обычных объектов jQuery. Дальше там волшебные штуки, типа thisModelToJSON и thisTemplate. Ну, thisTemplate, это видно, что это такое. Это у нас скомпилированный underscore template в самом верху. А thisModelToJSON, ну, такой есть метод у модели, превратить модель в JSON представление. После вот... В последней строчке в рендере, после того, как она выполнится, можно себе предположить, что в объекте this$l будет содержаться дом-элемент, в котором внутри будет p, с содержимым класс, потом будет div-класс button-edit, и там внутри будет надпись edit. Ну, что-то такое должно получиться. Вот примерно так мы используем это view. Синеньким я обозначил дом-дерево до того, как мы запустили код. То есть в самом начале у нас есть просто body без ничего. Мы говорим var document view, new document view, и говорим, с каким ID мы создадим новое view. Дальше вызываем дом-view-render. Теперь внутри этого view, в $l, появился дом-элемент. Никуда еще, никакому дом, в дом-дерево он еще не находится. Он просто создан, и там существует. Теперь мы должны этот элемент куда-нибудь подцепить. Мы цепляем его, естественно, непосредственно к body. И после того, как мы подцепили его к body, внутри body появилось содержимое. Наше view отрендерилось. Обратите внимание, что я обращаюсь не к $l, а к обычному $l. Ну, $l, на самом деле, это почти одно и то же. Обычный $l — это непосредственно дом-элемент, а $l — это уже завернутый в jQuery. Но мне здесь не нужен jQuery в среде. Мне нужен просто обычный элемент, поэтому я обращаюсь без $l. Это первый способ, как можно использовать ваше предплановое view. Это будет второй способ, когда view автоматически само цепляется на нужный элемент. Вы должны создать дом-элемент заранее. Ну, где-то будет у вас в html. Потом вы говорите «создай новый view», опять же говорите «рендер». Но после рендера все изменения сразу же попадут в дом-дерево. И вот, обратите внимание, они прицепились там. Видно, я надеюсь. А в качестве конструктора мы передали, собственно говоря, к какому элементу цепляться. Так, возможно, я там забыл написать .get или $l. Ну, скорее всего, $l не нужно. Наверное, нужно просто создать .get 0, чтобы получить непосредственно дом-узел, а не jQuery-объект. Так. Ну, кажется, вроде как просто. То есть мы... У нас есть, опять же, все тот же самый user pages объект, который с вами вначале я показывал, который может управлять дом-узлом, который, помимо всего прочего, содержит в себе где-то инструкции о том, какие ивенты он обрабатывает. Хочу обратить ваше внимание, что ивенты, которые здесь описаны, клик.икон, например, они работают только внутри этого дом-элемента. То есть вы не схватите... Он не обработает клики по всем иконкам, которые находятся вообще в боди. Он обработает только клики по тем иконкам, которые находятся внутри этого элемента. И в этом удобство, потому что вы можете использовать этот view в разных местах. И обработчики будут внутри. Так. Ну, теперь немножко про модели. Какие функции возложены на модель? Тут я написал, что есть данные плюс бизнес-логика, хотя на самом деле бизнес-логика обычно туда мало кто кладет. Ну, и какую-то минимальную очень. Может быть, есть программисты, которые по-другому строят свое приложение, и кладут туда больше бизнес-логики. Я пока таких примеров мало видел. И мне такой подход кажется немного неудобным. Модели коммуницируют с сервером и генерируют события для view. Это... Вспоминаем картинку. Генерируют события для view. Вот примерно так выглядит модель. Она очень простая. Там, в принципе, в самой модели обычно ничего не пишут даже. Просто говорят, что существует такая модель вот с каким-то именем. И все. Больше особо к ней никаких свойств не допишешь. Иногда для нее пишут urlroot. Чуть позже я потом объясню, для чего это нужно. Ну, и вот, к примеру, мы создаем экземпляр модели, потом говорим документ сейв, и бэкбон автоматически создаст запрос на ваш сервер. А, кстати так. Вот, кстати, пример, для чего нужен urlroot. Для того, чтобы он понял, куда обратиться. Потому что в данном... Если вы не зайдете urlroot, мне будет понятно, к какому REST-интерфейсу обращаться. Все бэкбоновые модели рассчитаны на то, что на сервере у вас REST. Так, следующим кусочком бэкбона являются коллекции. Коллекция, по сути, это просто пачка моделей. Они, на самом деле, ни вошло не объединены особо. Здесь такой маленький пример, когда у вас view связано не с моделью, а с коллекцией. Как это выглядит? Пользователь нажал кнопочку, например, создать какой-то или что-либо. Данные превратились в какую-то форменную контейнер, отправились в коллекцию. В коллекции вызывался метод create. Дальше коллекция отправила данные на сервер с помощью POST. После того, как информация о том, что данные успешно сохранились, пришла, коллекция сгенерирует событие ADD, на которое будет подписано view. И view скажет, хорошо, я добавляю эксперимент себе там в списочек, где он показывается. Ну, то есть, по сути, отличие от модели минимальное и только в том, что коллекция – это много моделей. Еще у коллекции есть возможность фильтровать, всякие поиски делать и так далее. Ну, это все, что хочешь, можно делать. Попробовал нарисовать вам пример того, как выглядит коллекция. Вот красненьким нам обозначено, что мы создаем объект коллекции, который потом будем использовать, и внутри мы определяем, какого типа модели будут там лежать. Ну, мы уже там выше чуть писали код с документ модул, поэтому я использовал тот старый код, чтобы было понятно, что они связаны. Дальше мы создаем view, указываем, что коллекция в нем будет, и говорим, что как только в коллекции сработает, появится, сгенерируется событие sync, перерендер изображение, то, как будет выглядеть это view. Дальше мы вызываем метод у коллекции fetch, то есть загрузить две же свежие данные из сервера. Тут, кстати, есть небольшая ошибка. В коллекции, конечно же, нужно указать адрес, где лежат данные коллекции. Поскольку мы всегда должны помнить, что у вас на сервере REST, каждая коллекция это, скорее всего, ресурс, значит, там не хватает свойства url, где бы указали название, ну, путь на сервере, где, как получать данные. Так, а вот кусочек рендера. Мы бежим, ищем по коллекции, получаем документ, документ это один элемент, это модель, потом мы создаем view для этой модели, говорим, а, блин, опять, где-то плохо проверял код. В конструктор документ view нужно передать документ, чтобы новая view осталась с этой моделью. Дальше мы ее рендерим, и аппендим в $L этой view. Ну, по сути, получается, что вы, как бы, тоже те элементы, которые были в коллекции, все прогнали через ваше view, которое вы заранее написали. Так. Хочется чего-то добавить, чтобы, потому что такое грубовое умолчание, как будто не очень все понимают, о чем идет речь. Но я надеюсь, что все понятно. Вот эти вот три запчасти, коллекция, view и модель, это три основополагающие кусочка бэкбона, которых, в принципе, этими тремя запчастями можно удовольствоваться и писать вообще любой, какой хочешь код. Ну, там еще немножко есть служебных вещей. Вот, например, роутер. Это некий объект, который следит за изменением адресной строки. Если адресная строка изменилась, он транслирует, фарит на себе событие о том, что адресная строка изменилась. И можно таким образом изменять ваше состояние модели и view. Также есть такой объект Backbone Evans, и на самом деле все внутренние, все объекты, которые внутри бэкбона существуют, они используют Backbone Evans как микшин. То есть они не перемешивают их и его свойства. И, значит, что что он в себе задержит? Он в себе задержит возможность для объектов триггерить и файрить события на себе и на других, слушать на других. Здесь я привел два примера и не то, вайс. Два способа, как можно подписаться на событие SYNC у модели. Одно и то же view может подписаться двумя разными способами. Причем способы эти практически равнозначные. Но есть важное отличие. Сначала я расскажу про нижний способ. Во втором случае мы говорим модель в случае, когда на тебе сработает событие SYNC, вызови вот этот callback в контексте SYNC. Вроде бы все хорошо. Но помните о том, что теперь пока существует экземпляр модели, будет существовать и объект вот этого вот, то, что в SYNC лежит. Ну, потому что для обработки, когда событие сработает, нужно же будет вызвать этот метод и контекст нужен, соответственно. Браузер, когда будет выполнять этот код, он подумает «Хорошо, я вижу, что здесь обработчик события. Событие когда-нибудь сработает. Я буду хранить в памяти весь этот объект, потому что мне он будет нужен весь для того, чтобы этот метод легко выполнялся». И невозможно, если вы не сделаете потом this model off, то у вас будет утечка памяти. и поэтому более удобный, правильный способ, который позволяет избежать утечки памяти, ну, скажем так, более простым способом позволяет их избежать. Это первый способ. А отличие вот в чем. Мы говорим «Я вью, и я хочу узнать, когда вот у этой модели сработает событие SYNC и вызвать вот этот вот метод». Таким образом, само вью будет в себе содержать информацию о том, на какие события оно слушает. И когда вью будет уничтожено, а там есть такой метод view remove у всех вебованов вью есть такой метод, то вызовется специальный метод this stop listening, который уберет себя в рабочий. Таким образом, он разорвет связь между вью и моделью. И тогда, когда вью будет уничтожено, модель тоже будет уничтожена. И как бы таким образом мы можем избежать утечек. надо бы, конечно, показать демонстрацию того, как происходит утечка в случае, если мы используем второй вариант. Но я ее не сделал. В общем, вы сейчас посмотрели все это и, скорее всего, схватились вот так вот тоже. Потому что бэкбон сложный, не то, что сложный, окажется, что нужно много всего учитывать. И вообще, если вот это и все, что есть в бэкбоне, то как вообще можно описать на нем приложение. Непонятно, как создавать приложение само. Что из себя может представить приложение? Что, мне нужно брать, открывать текст-скрипт и там фиграчить эти вьюхи и модели? А как мне их создавать? Я здесь хочу дочернее. То есть, я же не могу создать одно вью на все приложение и там все писать. Это же будет та же самая jQuery лапша. Никакого вообще нету метода для управления этим. И мало того, нету нету как бы способа даже организовать это все в какие-то части удобные и реюзабельные. И поэтому люди придумали марионет. Я надеюсь, что после второй части, где я расскажу про марионет, картинка, вот это не будет актуально. Я надеюсь, что марионете все-таки будет проще делать то же самое, что делали с бэкбоном, но все-таки на марионете. Первое, что и самое главное, что в марионете есть, хоть оно и маленькое, но оно позволяет вам дать точку опоры, на которую вы сможете опереться и понять, ну, как бы, с чего начинать. Это application. Это сама по себе это объект, который он почти ничего не делает, у него есть событие старт, before start или after start и которое и метод, собственно, это старт, который срабатывает. Но вот, когда оно у вас есть, вы в этот application можете записывать, расширять его вашими нужными вещами. И вот здесь в маленьком примере я показал, как мы включаем роутинг когда сразу после того, как application запустится. Но обычно, когда вы заходите на страничку, скорее всего, вам нужно что-то сделать, сначала подгрузить какие-то данные полезные, какие-то операции произвести, только потом уже ждать реакции пользователя, что он будет делать, показывать ему все остальное. Ну, сначала нужно загрузить что-то. Вот мы и делаем, загружаем какие-то данные, потом говорим, как только что загрузилось, app start. И вот оно стартует. И как только app start мы запускаем backbone history start, backbone history start запускает роутинг в бэкбоне. Он начинает следить за изменениями адресной строки. Если что-то изменится, он будет запускать соответствующий роут. Но это немножко позже. Второй важный момент, который раньше был частью марионета, но теперь его оттуда убрали и написали, как можно правильно использовать. То есть, раньше шина событий была частью аппликейшена. Поэтому аппликейшен был очень полезен. Но теперь разработчик марионета сказал, что мы слишком много функций наложили на аппликейшен. Давайте мы шину событий оттуда уберем. Вы ее сами будете использовать, как вам нравится. Может, вы не любите аппликейшен использовать вообще. Вот пишите ваш код без использования марионета аппликейшен. Но вы всегда можете воспользоваться шиной событий отдельно. И вот пример того, как можно это шиной событий воспользоваться. Что такое шиной событий? По коду должно быть понятно, что это просто некий объект, у которого можно подписаться на события и затриггерить. и эти события будут доступны во всем приложении, потому что мы взяли и записали этот объект в ваш аппликейшен, а аппликейшен в свою очередь записали в Windows. Теперь вы можете везде писать апп, вент, он что-нибудь, а в другом месте сказать апп, вент, триггер. И у вас получается есть точка, через которую ваши домузлы могут общаться с событиями. Это второй кусочек аппликейшена, который важный. И третий кусочек, который уже не часть аппликейшена, называется он layout. И смысл его в том, что в варьонете ваша страничка обычно делится на какие-то части, на регионы. Ну вот классический пример. У вас есть контент, где собственно само содержимое всегда показывается навигация и какой-то регион, который называется модальное окно. То, что выскакивает пользователю, когда он хочет нажать удалить. В самом начале мы определили, что это по декларации можно заметить, что он очень похож на бэкбоновое view, но он расширен дополнительными функциями. Теперь некоторые части этого view являются регионами. И у этих регионов в эти регионы можно рендерить view и удалять из них. И классический опять же пример, у вас есть навигация, например, менюшечки, вы кликаете по этим менюшечкам, в зависимости от того, какой пункт меню выбран, в регионе контент вы можете показывать различные view. и сама по себе вот эта возможность выделить элемент, она уже позволяет вам структурировать приложение. То есть разбить, например, он как бы советует вам возьмите ваши странички и превратите каждую из этих страничек во view, а дальше мы посмотрим, что мы можем с этим сделать. И следующий кусочек марионета это app-роутер. По сути это немного измененная вариация backbone-роутера. И наверное я не очень удачный пример здесь привел. Есть hash-roads, где мы говорим там вместо пустых кавычек надо слэш написать тогда будет понятнее. То есть когда мы зашли на корень сайта нужно вызвать функцию лендинг. И в этой функции что мы делаем? Мы обращаемся к нашему аппликейшену app, а он лежит в window, как вы помните. Дальше мы говорим root-view. Это тот самый главный layout-view, который мы на предыдущем вот дальше мы обращаемся к региону content и говорим покажи в нем landing-view. Понятное дело, что у вас может быть этих роутов сколько хотите, сколько у вас страничек, сколько у вас роутов будет. Вы будете клацать по ним, будут срабатывать обработчики и в регион контент будет показываться какое-то определенное из view. Вот небольшая структура уже задана. Вы можете внутри обработчиков разбить вашу страничку на большее регионов. Например, будет у вас header и footer еще. И они тоже будут меняться в зависимости от того, какой бункт вы выбрали. Так. Когда разработчики Марионета попользовались бэкбоном, они поняли, что им нужно просто обычного бэкбонового view им недостаточно. И они подумали, а какой тип содержимого обычно мы пытаемся показать пользователю. Ну, из чего сделана обычно страничка. И вот с этой идеей они создали три наследника от класса view от бэкбонова. Первый наследник это лея, который мы видели. То есть, по сути, это такой же бэкбоновый view, только наделенная способностью управлять регионами. Внизу item view это специальное view, которое связано с моделью. Оно всегда связано с моделью, и оно всегда показывает эту модель в виде HTML. И collection view, которое показывает список из элементов. То есть, сейчас как бы это правильно выразиться. Ваше все приложение разбивается на три типа элементов. Это единичный элемент, это список, и это композиция из предыдущих двух. Я имею ввиду layout. Composite view это некое подразделение от collection view, которое чуть более сложно, чем collection. Я про него потом отдельно расскажу. Но можете к композиции относиться как к списку. Так. Идем дальше. Чем marionet view расширяет стандартное бэкбоновое view? Во-первых, оно добавляет возможность писать всякие разные укороченные штуки, вот как через хэш UI. У него есть события, у него есть template helpers и автоматический биндинг ивентов на модели коллекции. Ну, сейчас я попробую все это показать в примере. Я надеюсь, вы не схватитесь за голову. Так. Во-первых, обратите внимание, у нас появился новый хэш, который называется UI. Мы в нем описываем все наши дом-элементы, которые есть. Например, кнопка buy или секция, где показан список того, что вы купили в магазине. Есть обработчики. Такие же обработчики, как в webonview, но теперь вы можете обращаться к хэшу UI через собака UI buy button. то есть вы уже не пишете в хэше events вы не пишете селектора, а селектора вы пишете в хэше UI. Ну, возможно, это поможет вам еще более разделить части view на те части, которые отвечают за логику и те части, которые отвечают за дом. Дальше мы описали, что у нас есть регионы и мы говорим, что как только view будет показано, в регион checkout section покажи checkout section view с моделью зыск checkout model. Ну, опять же, все довольно псевдокодично, то есть здесь нет многих вещей, которые в самом ходе используются, но подразумевается, что они будут дописаны, если вы будете писать в таком стиле. то есть нет, например, checkout модель, но она, наверное, появится в процессе работы. И вот этот вот метод onShow, это как бы обработчик события шоу, которое сработает на этом item view. Так. Теперь смотрите, у вас в самом начале я сказал, что есть layout, да, есть layout, у которых есть регионы, и вы, например, поделили ваше, где он есть, в роутинге вы в контент записываете, по событиям изменения адресной строки, вы записываете туда в регион контент, записываете, рендерите какие-то другие view. Представьте, что ваше landing view это тоже layout view, которое внутри себя содержит дочерние view, и они тоже могут содержать дочерние view. и вот таким образом ваше приложение делится сначала на большие странички, потом на более мелкие, потом еще на более мелкие, и в конце концов они все сводятся либо к collection, либо к item. То есть вот такая структура приложения. Теперь что еще добавляет item view в маринетовое view в бэкбоновое? Во-первых, сразу можно записать хэш ивента в модели. Вы говорите, как только сработает на модели событий sync, запусти рендер. Чем это удобно? Не нужно писать on, off, не нужно бояться о том, что у вас будет утечка памяти, он сам сделает listen to, сам сделает stop listening. Есть также дополнительно hash template helpers. Это то, что примешается в модель. И в вашем шаблоне вы сможете пользоваться этими объектами. Например, здесь я добавил объект момента. Кто пользовался моментом, знает, что он показывает ошибку о том, что нельзя момент использовать из глобальной области видимости. В шаблоне вы сможете использовать момент, потому что я его туда примешал через template helpers. А, мы не долазим и просто говорим. Загрузи, как только view начнет показываться, кто-то создает экземпляр этого view, начинай качать из сервера что там шерам надо, что там есть в этой модели. И как только на модели сработает sync, view само покажется. То есть, как минимум, уже кода писать меньше. Collection view еще меньше кода писать. Вот в примере с бэкбоном я пытался реализовать Collection view и там был цел цигл можно было делать, какую-то еще штуку. Здесь все просто. Вы просто говорите используй вот это view для рендеринга всех элементов коллекции. А когда в коллекции не будет ничего, показывай вот это view. А вот коллекция. И все. И дальше вы не долазим и говорите Collection Fetch загрузи данные из сервера. Больше кода не нужно писать. То есть, то, что я писал на двух экранах в примере с бэкбоном варенете Collection View очень упрощает вообще всю работу со списками. Теперь немножко Composite View. Composite View наследуется от Collection View. По сути, он им является, только он еще и рекурсивен. То есть, обычно его используют для того, чтобы показывать всякие деревья. Он одновременно у него есть и коллекция, и модель. Причем коллекция это какое-то подразделение от модели. Ну, пример с Treview очень такой примитивненький, но смысл его в том, что в самом начале мы создаем какую-то модель, которая содержит в себе древовидные данные. И там есть свойство Node.es, в которой содержатся такие же данные, как в самой модели. Мы говорим загрузи ее с данными с сервера, а потом нарисуй. Тут нет рендера, просто создается экземпляр. И дальше запустится как бы это надо сказать, рекурсивно, композит view будет рекурсивно создавать себя до тех пор, пока не обойдет все элементы модели. пока не андроиды, что все дальше к Node.es нет. Конечно, этот пример очень-очень-очень полезный, потому что я себя полный писал, он здесь на экране не поместился, но общий смысл именно такой, чтобы показывать рекурсивные всякие вещи. Так. Еще одна вещь, которая появилась, есть в марионете, которая нет в бэкбоне. Очень часто нужно воспользоваться каким-то чужим кодом, который уже есть и который уже идет с жевоскриптом и с версткой. И как его управлять с помощью марионета. Для этого есть behavior. Например, bootstrap now behavior. Что он позволяет вам делать? Это кусочек кода, который в один раз написали, и потом вы можете его примешать к любому другому view. Вы говорите, вот это view теперь обладает свойством bootstrap now. То есть каким-то это будет использоваться? Где-то в приложении у вас будет отдельное view, которое будет показывать навигацию из bootstrap. Там особые типы верстки с этими тэгами ul, nav, v, какие-то хитрые внутри. Но вы знаете, что пользователь будет кликать по этим кнопочкам и нужно будет переходить по страничкам после того, как он будет кликать. И мало того, у вас этих менюшечек может быть много. В одном месте менюшечка, например, sidebar и navbar другой, который будет вверху. И не хочется дублировать код, который будет обрабатывать клики по этим менюшечкам. Поэтому вы пишите behavior, потом примешиваете его во view, которое показывается на sidebar и в navbar. И один и тот же код управляет у вас обработкой этих кликов. В принципе, behavior это один из самых простых способов адаптировать какие-то чужие компоненты для себя. Чтобы вы знаете, что они не будут меняться, вы можете под конкретную верстку написать свой behavior и потом его перемешивать в других местах, когда вдруг ваше view будет уже реализовывать что-то. Другие вещи какие-то добавлены. Функции это возможность экстендить объекты, но это взято из бэкбона. Merge options это специальный метод, который смешивает опции для конструктора. Глобальный объект marinate object, в котором есть функция метод initialize, который подмешивается во все остальные. И еще есть регион регион менеджер это то, что позволяет работать layout view. Они просто существуют как отдельные объекты, но их редко используют в чистом виде, они используют в составе тех view, которых я говорил раньше. Ссылки. Очень важные ссылки, особенно первая ссылка. Я рекомендую всем, кто не читал код, как из бэкбона, очень хорошо написанный код марионета. Просто зайдите, а на страничке annotated source там даже человеческие комментарии, там каждая строчка прокомментирована, написано, вот здесь мы делаем то-то, здесь мы делаем то-то. И вы прочитаете, вы поймете внутренность работы марионета буквально за, не знаю, два часа. Вот так вот сидишь, читаешь весь код, и все становится понятно. как он работает, зачем, нету никаких странных волшебных магических вещей в нем. Все очень просто и примитивно. Этим он подкупает на самом деле своей простотой. Конечно, когда на слайдах вы смотрите код, это не так понятно кажется, но мне кажется, что не очень, не так хорошо понятно. Поэтому я вот даю ссылку, обязательно ссылку почитайте. Ссылка на бэкбон в реквер, потому что раньше он был в составе марионета, теперь его оттуда убрали, его там нет. Ну и на лодэш, потому что лодэш это лучше, чем андерскор. Все. Спасибо. Задавайте вопрос, потому что мне кажется, что такая гробовая тишина, что никто ничего не понял. В бэкбоне через плагин можно было сабью использовать, а в марионете помимо регионы, плейап регионы и вью есть что-то такое? Ну вот регионы это как раз для этого и сделано. Они по сути это как раз вот это сабью, но не совсем сабью, потому что оно говорит вам, что вот это вью будет содержать в себе несколько других. Это как получается страница с левой стороны блок, справа сайтбар. Это все регионы, центральные получаются. И когда сайтбар это один вью, а основная часть записи это другое вью, или уже там, где записи это регион, а в нем каждая запись это отдельное вью. Я понял вопрос. Что такое регион? Регион не представляет из себя никакого объекта, его не существует, такого объекта в доме, который бы оставлял регион. Регион это такая абстракция. мы просто говорим, что вот есть вьюшечка, мы ее поделили виртуально на регионы, а потом внутри региона будет рендериться какое-то вью. То есть сам регион не содержится, он сам по себе, а вот в него можно рендерить одно вью, потом сказать этот же регион я в тебя рендерю другое вью, этот же регион я тебе рендерю третий такой вот. Сейчас просто на последний ваш ответ похоже на то, что регион это нечто для одного вью. Да, именно. В один регион можно поместить только одно вью. Но вью какое-нибудь другое, вышестоящее может себе содержать хоть сколько угодно региона. Вы его поделите в это регион на части, здесь будет такой регион, такой, 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 Назначаете им роли, например, вы говорите, этот регион, это у него будет роль хэдер, у этого региона будет роль навигации, этого контента. Можно более мелко побить. Ну, сейчас пример не приведу. Ну, понятно. Можно еще? Да. А что вы используете для тестирования микрофлитета? Тестируем в нашем приложении? Мы мало тестируем. Вот в промпроекте, в котором у нас массированно использовался марионет, тестов вообще практически не было. У нас тесты были не программные, а через сиреню. Поэтому это не особо... я не могу ничего рассказать вам про это. сиреню. Как совершаете проблему роботов и поисковых и школьных дексации проводов поисковых? Короче, вообще, насколько я знаю, Google последний бот научился ходить даже по таким рулям, которые есть в этом хешбэнгами. Вроде бы как. Я не знаю, это правда или нет. По-моему, научился. Во-вторых, даже есть инструкция от Google, как сделать так, чтобы индексировалось. Там нужно особым образом рендерить контент на сервере. То есть, вы должны знать, что отдать. Ну, как бы, и просто ваш сервер должен уметь распознавать, что это бот и просто содержимое отдавать, которое потом будет. Ну, конечно, придется, да, как-то хитрить. И третий вопрос на счет вы на первую половину ответили, а на вторую как вы используете какие-то методики для поисков? Утечки короче, утечки особо, во-первых, первое, что нужно сделать с утечками, это поставить экстеншн, который называется, по-моему, Марионет. Марионет как-то. Посмотрите в Google Store. Экстеншн для Google Chrome, который показывает ваше приложение. Он внутри, он разбирает, мало того, он показывает мертвые view, которые висят в памяти, только потому, что они свинкованы с какими-то моделями. Модели чуть дольше живут обычно, чем view. Вы ушли со странички, view убилось, а модель осталась висеть, потому что она где-то используется. И вот такие view, которые, zombie view, они остаются висеть, он их показывает. С помощью этого экстеншн можно отловить вообще большинство. И вторая, это уже сама организация. Всегда помнить, что сделал он, сделай офф. Как бы никаких других особых, хитрых способов нет. Если у вас код организован хорошо, вы не ивентами бросаетесь, не вызываете методы напрямую, то у вас будет утечка, она не появится. Еще один вопрос. А холивария насчет, что вы это понимаете? Ага. Двух слова. Почему нет? Почему нет? Потому что намного всегда, ну, очень много случаев, когда проще сделать, просто стереализовать JSON и отрендерить один раз. чем проверять состояние. Короче, то этот обвиндинг, он, как мне, это, как бы, ну, это лично мое мнение, я не, как бы, не пропагандирую, мне просто кажется, так, что он находит, он применим, просто, просто этих случаев, когда он нужен, их мало, все-таки, их меньше, чем всех остальных случаев, а его пытаются применять сейчас вообще повсеместно. Как это, уже так было с многими, как бы, вещами в программировании, как вот с GQuery тоже. Была хоть хорошая блядяка, она позволяет вам управляться, но его начали писать вообще везде, все писать на GQuery. Хочешь умножить 8 на 10, вам нужен плохим для GQuery, для умножения. Такое, вот, и это до абсурда доходит. А вот дату и датабайдинг то же самое с ним. Мне кажется, сейчас, вот это называется таким словом американским хайпом. Вот про с дату и датабайдингом происходит именно это. Но это мне так кажется. Надо просто все время думать о том, нужен он или не нужен. И вот пока по опыту не часто он нужен. Формы это самый вообще идеальный пример, просто когда он действительно нужен. Во всех остальных случаях форм не так много. Вот есть много проектов у нас, когда форм нету. Пользователь сидит клацает все время, что делает там, но почти ничего не выводит. Такой вопрос. Майонет, это сахар идет к бэкбону либо это форк его? Потому что рассказать ничего не было ясно. Он не сахар и не форк. Он расширяет короче, когда программисты пишут код на бэкбоне, они обычно очень много копипаста. Вот чтобы не копипастить, они написали марионет. То есть вы имеете веббоны к нему маяли? Да. Сахар может? Знаешь, сахар? Да. Я думал, что это сахар, это немного подруга. У меня вопрос о ответ. Я хотел бы дополнить просто. Я был сначала разработчиком на просто веббоне, а потом наше правило, состоящее из нескольких сотен джавастских файлов внутри марионет. И тут стало ясно, что действительно марионет дисциплинирует. И то, что в бэкбоне вы можете сделать любое решение, любым способом, и часто у людей с этим проблемой, вот чтобы решить эти проблемы, им показывают, как это лучше организовывать. Например, утечка памяти при правильном использовании марионет, она действительно лечится работой через марионет, а не через бэкбон напрямую. Когда вы используете марионет в сущности, то вы можете быть почти уверены, что у вас все под контролем. Он просто ужесточает контроль и заставляет использовать определенное правильное подход. Вот человек, который может быть лучший докладчик, чем я. человек с бородой. Скажите, пожалуйста, каким образом вы организовываете модульность в этом проекте? И организовываете ли вообще ее? Например, может быть, какие-то контроллеры либо модули фронт-эн, бэк-эн и так далее? Ну, просто, каждый понимает... Марионет для этого. Каждый просто подразумевает под модульностью что-то свое. Ну, модуль в смысле разделения, скажем так, функционала. Ну, если мы, например, возьмем какое-нибудь стандартное приложение, там, пользователь регистрируется и может, например, выполнять какую-то бизнес-задачу. Ну, пусть это будет отправка почты, почтовый клиент. Где-то у него есть страничка регистрации, где-то здесь почтовый клиент. Это два модуля, по-вашему, да? Ну, не совсем. Хорошо. Вот, это же важный вопрос. Что же тогда модуль? Ну, я, например, брел бэкэнд и фронтэнд. Ну, какая-то отминка, к примеру, тоже написана на бэкбоне. То есть, два, можно сказать, два больших SPA-приложения. То есть, одно приложение... В рамках одного. Здесь, как бы, возможность организовать. В принципе, я могу вам показать, как это выглядит на готовом. У меня есть, у меня есть пример на битбакете, где, как бы, реализована. Вот именно, как раз, такая штука, как вы описываете. Там есть отдельное приложение типа лендинг, где можно пользоваться и клацать, там что-то делает, может посмотреть нас на какие-то, в общем, странички. А есть отдельное приложение, которое, собственно говоря, само приложение. И вот, они оба SPA, но они используют общие модули, и оба используют бэкбон и марионет. Но это, мне кажется, даже это больше вопрос к организации, как вы будете билдить приложение. Как вы Required.js будете билдить, или Webpack, как вы организовываете вот эту вот общую штуку. То есть, это вопрос даже не к марионету особо. Это вопрос, как собрать приложение на две, в два кусочка. И марионет за это не совсем отвечает. Я ответил на вопрос или нет? Мне кажется... Да, достаточно. Я хотел дополнить про опыт использования как раз марионетов проектов. Там спрашивали по поводу тестирования. Мы тестировали ини-тесты функциональные, МОКО, ЧАЙ, лично, чтобы тестироваться. Короче, тестируются стандартными тестами. Я их просто не использовал еще ни разу в жизни. Да. По поводу... Хотел дополнить по поводу композиции. Зачем его еще часто приходится использовать? У него есть в отличие от Collection Plus свой шаблон. А, да, да. Это полезная функция. Я просто не стал выдаваться именно в эту подробность, потому что мне уже показалось, что уже к тому моменту уже и так очень все запутано. Если сейчас еще рассказать про вот эту часть, то вообще... Убрали, по-моему. Его можно было привязывать к роутам. И что еще... Мне отлично нравилось, что он разрывал вот эту порочную связь модели с Юхой, когда мы одну внутри другого и не завезли. А что, это может быть плохо? Вот мне кажется, что это удобно. Ну, как раз это, во-первых, меньше отличий, во-вторых, у меня был случай, когда надо было на 5 разных сервисов сходить, а потом отрендовать. Без промисла это был бы вообще колдак хелл, но а так это удобно было в контроле, наверное, отреживать, а потом к отце нужно убежать отрендовать. Очень запутано. Спасибо. Спасибо. Ну, мы как бы посмотрели практическое применение, то есть, как это строится, модель там, как реализовывается, а в каких проектах это вообще можно применять? То есть, не совсем понятно, вот у вас там опыт есть определенный, скажите, где вы лично применяли, какой-то бэк-офис там, или это какие-то сайты, или какая-то... Мне лично кажется, что можно применять вообще везде, где только не хочется. Вот если есть у вас сингл-пресс-приложение, в котором есть меню, вот можно делать, вот это уже подходит. Странички отдельные, чем больше страничек, тем разных, которые между собой какую-то функциональность делят. Все, вот уже есть. Есть коммуникация с сервером? Пожалуйста. Даже если есть веб-сокеты, вот стандартные бэкбоновые модели, они вроде как с REST-ом работают. Буквально 20 строчек кода превращают ваши модели в сокет-о-модели, которые через сокеты гоняют данные. Подписываются на события вот эти вот все. Ну, как угодно можно эти модели использовать, серверные данные, которые будут у вас, в котором... Запутался. Как угодно можно ими жонглировать. Вы можете их так выменить, я так... Каких-то ограничений, я даже, честно, не вижу никаких ограничений. Вложенные вот эти вью все, они позволяют вам делать все, что угодно. У нас есть... Сейчас скажу, какие есть типы приложений. Есть виджет, например, наподобие Facebook виджета, который... Ну, он сложный, на самом деле, там очень большой, это используется для беттинга на спортивные мероприятия, и вот он позволяет поставить ставку на разные типы спортивных событий и условия разные задавать. Вот этот виджет целиком написан на Марионете и он встраивается в другую страничку. Вот такой вариант есть. Есть админка, которая управляет этим же виджетом, тоже это отдельное приложение, вот на ней написано. Нам полностью на бутстрапе с его стандартными всеми контролами и Марионетт их менеджит. Какие еще варианты? А, есть, например, ну, это такое демо-приложение, оно еще, нельзя сказать, что это продакшн, но что-то. Приложение сделано из двух частей, это, которые я, например, до того приводил. Это чат наподобие Slack'а, и у него есть лендинг, то есть страничка, рекламная страничка, на которой просто ты можешь зайти, там, поклаться, зарегистрироваться и так далее. Это одно приложение, а второе приложение, это, собственно говоря, сам чат. Пользователь заходит, и у него есть там комнаты, он осуществляет сообщения, может, приватные сообщения ослать и так далее. Ну, вот, видите, мне кажется, четыре типа приложений, которые только можно себе представить, вот они легко реализуются, причем без всяких, как бы, хитрых штук. Вот, короче, если не сингл пейдж, то не получится, будет плохо. Точнее так, можно, но, получается, теряется вообще вся идея. Нет, без подбека, без перезагрузки страницы, просто в фоновом режиме я дотянул те модели, которые мне нужны, но вот конкретно в этом случае. А в 99% случаев они не динамически перестраивают регионы. Динамически и так перестраивают, как хочешь, можно менять. Модели. Подружать какие-то части кода? Я стащу всю верстку сразу, правильно получается, при первой загрузке приложения. Вся возможная верстка в этом случае. А, ну, да. Опять же, вопрос не к марионету, вопрос к вашему загрузчику кода. Пользуйтесь Required.js, заменифицируйте все приложение, а шаблоны, например, не минифицируйте верстку. Они будут у вас динамически аяксом подружаться. Ага, все, я понял, я понял. Но это не будет, это марионету не важно, как вы организуете, вы просто у себя будете писать темплейт, двоеточие, и что там, из чего он состоит. А когда он появится, тогда раз и запутится. Ну, прочее. Я думаю, понятно. Я бы попросил Диму выбрать самый интересный вопрос, который ему задавался. Есть такой? Вильям много вопросов. Был один человек, который задавал много вопросов. И там тоже будет. И там все будет. Возможно, зал подскажет Дмитрию. Это последнее запоминается лучше всего, да? Так, ну что насчет зал поддержит выбор Дмитрия? Так, кто у нас последний вопрос задавал? Выйдите сюда, пожалуйста. А? Да, плюшки. Плюшка. Плюшка у нас сегодня от компании JetBrains. Да. Да, это твое. Вот, это сертификат. Это сертификат от компании JetBrains. Насколько я помню, оно на любую IDE, не только на по шторму распространяется. Это годовая подписка на IDE. Учитывая тут нужно тебя активировать. Ближайшие дни. Давай, успей. А, стало интереснее, да? Уже вопросики хочется задавать. Дмитрий, мы тебя тоже не обидим. Смотри, какой клевый у тебя плюшевый сон. Теперь будет. Смотри, будет еще один. А еще у нас в зале есть совсем юный человек, который уже... Джуниор. Да, ну не знаю, джуниор или не джуниор. Тимур, да, по-моему? Тимур. Иди сюда. Смотри, тебе тоже достается слон. Смотрите, такой маленький человек, а уже получает синк-пхп с вода. Да, вот таким. Смотри. Ребята, это все к чему. Вы постарайтесь, доклады рассказывать всегда полезно. Вот. Не только окружающим, пожалуйста. Но и вам. И вот у вас будут тоже появятся плюшевые слоники в вашей коллекции. Вот. Еще раз спасибо Дмитрию. Спасибо.